Еще одно время, которое мы изучим, называется аорист. Это прошедшее время глагола. Аорист обычно используется в двух случаях. Для перечисления событий в прошлом, так называемое повествовательное время, то есть когда просто перечисляются различные действия в прошлом, плюс для обозначения недавних событий, которые только что произошли. Часто этим событиям приотдается эмоциональная краска или же используется это время для того, чтобы передать динамику, быстроту повествования. Для начала посмотрим на то, как образуется это прошедшее время. Во-первых, оно образуется в основном только от глаголов совершенного вида. Например, глагол урадити. Тут может быть два варианта. Первый вариант. Основа этого глагола кончается на гласный. Ну, вот как здесь. Урадити. Гласный И. Мы отнимаем последние две буквы, получаем основу, и к этой основе прибавляем следующее окончание. Я урадих. Окончание Х. Ты урадий. Вообще никакого окончания. То же самое. Он, оно, оно. Уради. Ми урадисмо. Окончание СМО. Ви урадисте. Сте, они, оно, оно, урадише. Окончание Ш. Второй вариант. Это если глагол кончается на СТИ или ЧИ в неопределенной форме. Ну, на СТИ, например, ПАСТИ. Мы должны вычислить, какая здесь у нас появляется согласная. ПАСТИ. Здесь, когда мы спрягаем этот глагол, ПАДНЕМ, там появляется Д. Ну, она появится здесь же в аоресте. Обычно это не так-то легко вычислить, потому что часто для глаголов это индивидуальный случай. То есть, ну, нужно знать просто. Я ПАДОХ. Д появилось. И окончание у нас не просто Х, как было ранее, а ПАДОХ, ОХ окончание. ТИ ПАДЕ. Окончание Э. ОН ПАДЕ. Тоже Э. ПАДОСМО. ОСМО. ПАДОСТЕ. ОСТЕ. И ПАДОШЕ. ОШЕ. Всё то же самое, что в предыдущем глаголе урадити, но только ещё есть соединительный гласный ООО. Глагол РЕЧИ. Я РЕКОХ. Тоже нам нужно каким-то образом понять, что здесь присутствует в основе согласное К. В. Как мы это можем понять? Ну, например, по прошедшему времени РЕКЛА. Или по форме настоящего времени ОНИ. ОНИ РЕКУ. В общем, здесь, видите, индивидуальные случаи, и сложно их вычислять. Тоже все те же самые окончания ОХ, но КЕ чередуется с Ч, то есть ещё дополнительное чередование происходит. У нас обычно есть несколько согласных, которые чередуются К, Ч, Г, Ж и Х, Ш. Ну, здесь Ч. Это чередование происходит в форме ТЫ и ОН. ТЫ РЕЧИ ОН РЕЧИ. В остальных формах нету этого чередования. Теперь посмотрим на пример употребления этой формы. Часто вы можете её встретить в анекдотах. Например, «За уставе полицайц воззело поглада возаче парече». Почему в анекдотах? Потому что это как раз то самое повествование. «Встановил», «посмотрел», «вказал», то есть перечисление действий в прошлом. Такая история. И особенно это хорошо видно в различных романах, например, исторических романах. Вот сейчас мы прочитаем отрывок, которым будет много Аориста. «Гойка обузе приятна топлина». «Обузе» – это вот как раз Аорис, его обуяло. «Он развуче уста». «Развуче» – это тоже у нас. «Растянул рот в улыбке». Это как раз глагол на «чи», «развучи». И здесь чередование к «чо». «Погладае» – «посмотрел на неё». «Би» – это тоже Аорист, но это как раз тот редкий случай, когда Аорист от глагола несовершенного вида. Потому что «битие», «что делать», «быть» – это несовершенный вид. Ну, вот здесь такое исключение. Обычно только от глагола совершенного вида образуется. «Помисли он», «помисли он», «подумал он». Это тоже Аорист, «помисли ты». Просто у нас отнимается «ти», получается как бы основа глагола. «Али не смеде и сказайте свою мисову». «Смеде» – это тоже форма глагола. «Смеди» в Аористе, «не посмел». Но это такие повествовательные случаи использования Аориста. Также он, конечно, используется и в обычной речи. Может быть, не так часто, как «перфект», даже далеко не так часто. Но, тем не менее, он встречается. Например, «я отдых», «я пошёл». Имеется в виду вообще будущее время систо. «Я сейчас пойду». Также в некоторых региональных версиях сербовского языка Аорист тоже может использоваться для обозначения прошедшего времени. Тем не менее, во всех случаях вы можете спокойно использовать обычное прошедшее время, которое мы изучали. И это будет тоже правильно. Скорее, просто нужно понимать, что Аорист тоже встречается и узнавать его в текстах. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и заходите на сайт. Все ссылки под эти видео на YouTube.